Сегодня я ехал по реке и рыбачил. Это не было поисковое мероприятие. Чисто случайно ехал я на лодке по реке и получилось так, что он нашел труп человека. Вызвал полицию. Насколько я знаю, уже человека эту давно искали. Ждут его дома. Попытаемся сделать так, чтобы он попал к себе домой. То есть вы увидели прямо на реке, да? Да. Пойдемте, полиция приехала. Вчерашние поиски вогры начались в 11 часов утра и продолжились в 8 часов. Работало две группы. Первая группа это была группа кинологов Безус Салва в составе 5 человек с 5 собаками, которые еще раз активно проверяли территорию вокруг лесного озера, куда в первый день во время пропажа вывела одна из собак Безус Салва. Затем кинологи проверили прилегающую территорию, лесной массив и переместились в поселочек Калнаи, чтобы проверить лесные дорожки и территорию вокруг того поселка. Вторая группа это была группа добровольцев Безус Салва совместно с родственниками и жителями Огра, которые присоединились к мероприятию Безус Салва. Наша задача стояла проверка лесных территорий, которые находились недалеко от данного лесного озера. В результате работа была проверена, территория порядка 1 квадратного километра. Добровольцы проделали путь в среднем от 10 километров. Поиски были достаточно трудные, так как некоторые леса были очень хорошо заросшие, плюс было очень много канав, которые тормозили продвижение группы, так как надо было находить места, в которых их можно было преодолеть. С другой стороны стояла очень теплая погода, термометр показывал порядка 27 градусов, и так как поиски проходили в дневное время, было очень трудно, было очень много выпито воды, да, только для того, чтобы поддерживать свои силы и как-то продолжать данную операцию. Ну и много участвовало местных жителей с вами вместе? Местных жителей было порядка 8 человек, включая родственников. Плюс, милость, еще не могу сказать, в группе было 25 человек. Это группа, которая проходила по лесу. Мы ожидали, что придет больше людей? Да, действительно, мы ожидали большее количество людей, так как поиск был объявлен заранее, плюс мы просили родственников также передать информацию, но, наверное, из-за теплой погоды, а также мероприятий, которые происходили в этот день, люди, к сожалению, не смогли присоединиться. Ну и чем, наверное, более удивительным было для вас сообщение вашего коллеги? Да-да-да, мой коллега, который также участвовал вчера в поисках Огры, который руководил цепью, Александр буквально два часа назад передал информацию, что в свободное от поисков время, прогуливаясь по реке Огры на лодке, он наткнулся на труп человека, так как, ну, я понимаю, да, что расстояние достаточно далекое от места, где пропал Мартин Ждамбровскис, но в любом случае, понимая, что у нас были случаи о пропавших людях в Огры, в Огрыском районе, мы также решили выехать на место, чтобы проверить, убедиться, что это за человек, кого он нашел, тот ли это человек, которого мы ищем. Ну, пока не ясно, и полиция не комментирует, и вы сами не можете достоверно сказать, кто это? Нет, на данный момент не ясно, обнаруженный человек находится в воде, порядка пяти метров от берега, ждем спасателей, которые приедут и помогут извлечь человека из реки. Сейчас я отдал показания, как нашедший, как свидетель, и ждут они бригаду спасателей, которые оборудованы необходимыми устройствами, чтобы вытащить из воды тело, и наше присутствие сегодня не требуется, почему я очень рад, потому что мне не очень хотелось заниматься вытаскиванием человека из воды. Но, конечно, можно было бы это и сделать, если бы вообще у них никак было с этим оборудованием, но вроде бы они сами это все обеспечат сегодня. Из болота приходилось, из воды приходилось вытаскивать. Ну как, совместными усилиями у нас дружная команда БЗУС, кто что делает, но в конце концов, конечно же, да, вытаскиваем. Работа такая нехорошая, с одной стороны, с другой стороны, это доброе дело, которое обязательно нужно сделать кому-то, и почему бы не нам. Та семья, которая ждет этого человека, они наконец-то смогут успокоиться, поняв то, что человек найден, и придать его земле. Редактор субтитров А.Семкин